МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо, что вы с нами на влиянии. Прямой эфир, и вы смотрите телеканал «Импак». Спасибо, друзья. Я снова предоставляю Григорию Краснодемскому. Welcome back. Спасибо. Мой хороший друг и сослужитель. Кстати, наши зрители буквально через 3 минуты увидят твое творчество, имевшее место в России не так давно. Поэтому мы об этом будем говорить. Друзья, вы будете благословены. Сегодня в эфире творчество Григория Николаевича. Я прошу прощения, что это ты и на Григория. Но Григорий Николаевич мало кто меня называет. И я вообще прошу, называйте меня Гриша. По-простому. Григорий. Очень интересное событие произошло в субботу, с чем я тебя и поздравляю. Юбилей. Спасибо. Был прекрасный вечер. Все так на высоте было. Тебе 60 или сколько? Немножко больше. А, чуть больше. Мы торжественно праздновали. Я присоединяюсь ко мне. И мне знали, что ты в эфире. Ряд из моих друзей попросили поздравить. Спасибо. Спасибо. Прямо. Друзья, в вашем лице я поздравляю Григория. Спасибо, Юрий. Спасибо всем друзьям. Божьи благословения и здоровья тебе, и семье благословения. Спасибо. Поэтому ко мне присоединяются сегодня многие. Да. Говорят, что уважают тебя, помнят тебя. Спасибо. Ценят твоей дружбой и любят тебя. Поэтому вот пусть Бог благословит тебя. Спасибо. Смотри, в тебя уникальное служение. Уникальное. Мы имеем лидеров прославления, ну, хоть пруд пруди, говорят. Хоть пруд пруди. Куда вот каждый это лидер прославления потенциален. Взял микрофон, там что-то спел. Но у тебя другое творчество. У тебя что-то настолько уникальное. То есть ты не просто, говорят, регент, ты дирижер. Регент – это что-то такое. Ты дирижер. Ты композитор. Ну, не композитор, но я уже... Стоял около композитора. Стоял. Жена моя, между прочим, композитор. Она по профессии пианист, композитор. Поэтому об этом мы будем говорить. И оно же не пришло ниоткуда. О, конечно. Друзья, если вы пропустили нашу прошлую программу с Григорием, было буквально месяц назад, вы очень много потеряли. Настолько много, но потеряли не все. Выйдите на YouTube. Она даже в повторе, может, на импакте будет тоже. Выйдите на YouTube, посмотрите первую часть. О тех чудесах, которые Господь совершил в твоей жизни. Да, да. Да, как Господь исцелил тебя. Вот, и сегодня ты в здравии. Так сказать, собственной персоной. Улыбка. Да, да. Веселый дух. Семь лет уже прошло, радуясь и прославляю Бога. Да, жив Господь. Жив Господь. Жив Господь. То, что сейчас увидят наши зрители, это имело место в Ярославле. Да. Это один из городов в России, в котором мы были, в котором мы работали. Твоё имя Иисус, Божий Сын, наш Царь, всемогущий. Мы возвысим голос наш, ты один. Драгоценные, мы настолько благодарны нашим дорогим, вот, Григорию, Ирине, Ане, Илоне. Да, я здесь, за то, что они приехали и служили нам, помогли нам просто еще освоить определенные способы превозносить нашего Господа. Давайте поблагодарим Бога за них. Это великое время, которое они могли служить нам. Здесь вот наша Наталья Ивановна, но у нас такая мама. Они подарки сделали. Давайте поблагодарим Бога все просто от всего сердца. Григорий, Ирина и Анечка, мы настолько благодарны Богу и от имени всех хористов я выражаю вам огромную благодарность за ваш труд любви, за ту надежду и веру, которую вы вселяли в нас. Теперь мы поняли, что мы все можем в Господе. Спасибо. Это огромное благословение для нас служить вместе с вами. Огромное вам спасибо за ваш труд. Спасибо вам, братья и сестры. Мы имели прекрасную возможность быть здесь в этой церкви, замечательной церкви, замечательных служителей. Пастор прекрасный. Это все работало для того, чтобы этот хор был тоже прекрасным. Это, как Слово Божие говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Мы, когда приехали сюда в эту церковь, тоже думали, как это и что. Первый раз мы не знали. Знали примерно по гигографии, где Ярославль, но никогда не встречались с верующими людьми из Ярославля. Бог благословил нас и наше служение. Что могли мы то сделали? Желаем вам обильных Божьих благословений. Хористы, пожалуйста, не уходите. Никто не один из хора с этого, в котором Бог вас поставил. Верьте в то, что Бог вас поставил сюда. Это да и аминь. Я просто пророчествую, что Бог Иисус Христос поставил вас сюда, на это место. Ни один не должен уйти отсюда. И также, братья и сестры из вас, кто-то, кто имеет дар Божий, голос и слух хороший, замечательный, приходите, пополните этот хор. И по милости Божьей, если Бог позволит, через некоторое время мы опять встретимся с вами. И будем славить Господа. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжаем эфир, друзья, Григорий Краснодемский. Григорий, что это было только что? Ну, это было, ну, такое большое служение, которое мы сделали в Ярославле. Но для того, чтобы вот это все сделать, нужно было очень много поработать. Мы приехали туда, сотня, наверное, папок, новые песни, которые мы перевели, раздали людям. Люди смотрят на это все. Это эти люди, которые вообще никогда не пели. Я как-то говорил с некоторыми, я говорю, вы хоть в хоре пели? Они говорят, да, в школе. В школе. В школе, когда мы были, то мы пели. Но, слава Богу, Господь помог нам. За месяц, может, чуть больше, мы организовали такой большой хор. С ними проработали это все. И потом поставили этот величественный, прекрасный, замечательный хор в Дворце культуры и проводили там служение, евангелизационное служение. И это было два служения. Почему? Потому что желающих людей было очень много. Это мы назначили на 10 часов утра, с 10 до 12, и потом следующее, с часа до 3 часов. И в этих двух служениях все было забито. Все было забито. Юра, а почему было забито, я тебе такой секрет маленький расскажу. Когда мы приехали туда, нам казалось, что никто ничего не знал. Мы приехали, я, жена моя и дочь маленькая. И мы так спокойно, тихонечко из Москвы приехали в Ярославль. Притом ехали мы ночью, потому что днем невозможно было, люди на работе, а те, которые привозили нас в Ярославль, они вечером приехали. И мы ночью проехали туда. Наутро, Юрий, не поверишь, наутро по радио, местному радио объявляют, что в Ярослав... Приземлился. Да, приземлился, приехал ревенец в Америке, и он хочет собрать большой хор для того, чтобы обучить это все. И мы в шоке, мы смотрим, это откуда взято? Ну, знаешь, Господь вот так вот делает. И рекламу нам сделали отличную, замечательную, так что весь Ярославль знал, что в этой церкви, где мы находимся, есть дирижер, который обучает хор, и он впоследствии будет проводить богослужение. Во-первых, так как и женщина и говорила, о чем мы видели, это был глоток свежего воздуха. Они в таком восторге, я вот просмотрел повторы, хронику, которую ты предоставил, они в таком восторге, там засыпали вас подарками. Ну, потому что, видишь, Григорий, во-первых, ты не просто принес хоровое пение, но ты преподал возможность и преподнес возвышенность, торжественность хорового пения. Это не то, как мы несем мы тело на покой. Ну да, ну да. Это что-то другое. То есть, и у тебя намного лучше получится рассказать, что же это такое, чем у меня. В 10 раз тебе лучше получится, это часть твоей жизни. Ну, знаешь, Григорий, мы вот так просмотрели, когда мы уже перешли в американскую церковь, из нашей славянской церкви, мы поняли, что богатство музыки, богатство песен, насколько велико, что... И сразу у нас возникло желание, ну, как бы вот это все богатство передать нашему народу. Все-таки у нас на Украине, в России, ну, не было насколько развитое музыкальное хоровое служение. Оно было относительно развитое. И мы начали переводить песни, многие на русский язык, покупали фонограммы. И мы просматривали, что примерно подходит для нашего народа. То есть, репертуар. Да, репертуар. Это же не все, что поется здесь, оно подойдет там. И мы выбрали из сотни песен, более-менее песни, которые подходят для нашего народа. Это величественные песни. Это песни, которые, я бы сказал, помазанные Духом Святым. Я помню, когда мы пели вот эти песни, во-первых, хористы были все в таком захвате. Весь зал, весь зал. Вставал, садился. Это для них было новое. Это такое вдохновение было. И как ты уже сказал, мы даже не думали, что так получится. После первого служения подходят нам люди. Стоят в очередь для того, чтобы подойти к нам и что-то сказать. Или патруваться. Да, мы как-то... Ну, мы делали, как делали. Но ничего там особенного. Да, да. Но для них это было. И один человек подошел ко мне и говорит, Гриша, знаешь, когда ты приехал и сказал, что мы должны спеть пять или шесть песен, вот этих произведений, мы думали, что ты рассчитываешь на год. Вот на год вот это обучать наш хор, который из ничего. Из ничего. Но так получилось, что за месяц мы смогли выучить это все. И поставить это в театре. В театр приходили люди профессиональные, разные люди, которые разбираются в музыке и другие. И, кстати, если мы говорим о православной аудитории и среде, Ярославль это в золотом кольце находится. Это же золотое, зато российское кольцо, так называемое. И буги-муги не пройдет. В той среде не пройдет. А когда в таком жанре преподать, насколько велик наш Бог. Понятно, что открываются сердца, и я слышал, там много покаяний было. О, да. После каждого служения выходил пастор и призывал людей к покаянию, чтобы люди пришли и приняли Иисуса Христа как своего личного спасителя. И мы видели, Юрий, что это множество людей, которые выходили наперед. Мы молились о них, чтобы Господь их принял, чтобы Господь их благословил, их жизнь, их семьи, чтобы все было устроено. Люди выходили с этого служения, насколько счастливы, радостны. И мы смотрели на это все и говорим, Господи, неужели ты вот так вот употребляешь нас вот здесь именно? И мы поняли, что это только начало. Это только начало. Ярославль, это только начало. Потом была Украина, была, да? Да, была Украина, была Одесса. Одесса была тоже. Это целая другая эпопея. Григорий, вот ты влился в американскую среду по приезду в Америку. Да. Ты участвовал в Большом Хоре, в Большой Американской Церкви. То есть практически оттуда и началось. Бог дал тебе видение. То есть нечто ты почерпнул оттуда, некие элементы или наоборот отбросил. Ну знаешь, Юрий, я тебе скажу, что когда я приехал сюда, в Америку, то я начал работу в славянской церкви. Да, да. Я 10 лет проработал, ну как прослужил, но мы говорим, проработал как регент, как дирижер в славянской церкви, где был пастор Николай Пекун. Но через 10 лет как-то получилось так, что какие-то немножко такие передряхи в церкви получились, и мы решили, что нам нужно оставить эту церковь. И мы молились об этом долго и думали, что нам делать и как делать. И один раз, и один раз я проснулся, и я слышу просто голос. Я слышу голос, вы должны оставить эту церковь. И мы сразу же пошли к братьям и сказали, братья, вот так и так мы хотим оставить эту церковь. И, ну мы не знали, куда мы пойдем. Церквей очень много. Но я как верующий человек, я же не могу жить без церкви. Я должен быть в церкви. Для меня это номер один. Это вся моя жизнь в церкви прошла. И я дальше хотел продолжать свою работу в церкви. И случайно как-то, ну это не случайно, подходит ко мне один человек, американец, и говорит, Гриша, не хотел бы ты прийти в нашу церковь? Я говорю, в какую? В Capital Christian Center. Я говорю, а зачем? В роли кого? Да, в роли кого. Ну мы приглашаем тебя служить. Я так, я говорю, да я не знаю еще. И мы так посоветовались с женой. И через несколько дней он опять к нам пришел. Говорит, Григорий, как вы? Я говорю, ты знаешь, мы согласны. И мы перешли в эту церковь, в Capital Christian Center. И сразу же пригласили нас в хор. Рекин меня очень хорошо знал. Почему знал? Потому что они приходили своим хором в нашу славянскую церковь. Мы их принимали, разделяли вместе. Плюс к тому всему, каждый год мы проводили July 4th, на Independence Day. Мы проводили такие собрания, совместный хор. Наш хор из нашей славянской церкви и хор Capital Christian Center. И потом он хорошо меня знал и говорит, Гриша, я очень рад, что ты пришел. И он представил нас там в хоре. Там все люди аплодировали. То-то он говорил, что это то-то. Ну ладно. И мы начали служить. А жена Ирина, она же у тебя на фортепиано виртуоз? Да, но она включилась через некоторое время. Да, через некоторое время. И она стала ведущим, пианистом? Да, да, да. Все концерты, которые проходили, рождественские, это Ирина участвовала там как основной пианист. Что ты подчеркнул? Можешь так поделиться? Ну, во-первых, я подчеркнул вот что. Меня удивило то, что люди с большим желанием, энтузиазмом выполняли свое дело. Хористы, они бежали в хор, бежали на репетиции. Это не то, что нужно было уговаривать людей. Люди просто стремились, люди бежали. Американцы. Американцы. Вот, и я так посмотрел, думаю, да, интересно. Другая же сторона, со стороны регента, это насколько было, насколько было красиво. Он всегда после спевки вставал и пожимал руки хористам и говорил, спасибо, что вы пришли. Вы оставили свои работы или спешили с работы. Может, даже вы голодные. И знаете, вот эта вся взаимность такая. Атмосфера. Атмосфера вот такая замечательная. Она толкала людей дальше. Люди двигались без... Они не уставали. Я подумаю. Как-то нам казалось, что... Ну, американцы все, они на оплате. Всем им платят деньги, хористам. Было такое. Ты понимаешь, никому никто ничего не платит. Ни хористам, ни солистам, никому, кроме пастор и регент. Два человека в Capital Christian Center. Это люди, которые на оплате. Хорошо. Я задам вопрос с другой стороны. Что ты принес туда? И ты увидел, даже с позиции сегодняшнего дня, ты увидел, что оно было принято ими. Все-таки ты была личность известная и есть. И ты, так сказать, с неким своим, ты пришел к ним. Реакция какая-то. Да. Когда мы пришли туда, то я занял такую позицию. Я не хотел показывать себя, не хотел показывать свое. Свои принципы какие-то. Я служил и смотрел. И учился. И учился, да. И когда люди что-то спрашивали от Григория, как ты думаешь? Я только тогда мог что-то говорить, но я не навязывал людям, что, слушайте, вы не так, или вы так, вы хорошо или плохо. Откуда это у тебя? Ты знаешь, у нас в славянской культуре мы готовы, так сказать, налево-направо рубить, но уже, по-моему, было. Нет. Это от прародителя тебя? Я не знаю. Это, может, в моем естестве. Ну, ты знаешь, Григорий, у краснодемских есть особая черта. Особая черта. Вы в отношениях, в общениях, вы очень вежливы, очень корректны. Это за тобой замечено лет сто назад еще. Спасибо. Вы, так сказать, и у вас все такие, большая семья. Поэтому, я думаю, это, хотя, хотя, хотя если бы, если бы взять на другого, тот бы начал свои порядки. Славянские устанавливания. Ну да, ну да. Но знаешь, Юра, проходили времена, и люди начали прислушиваться к моему мнению тоже. И они знали мою позицию, и знали меня, вот, что я приехал из такой страны, где было гонение, преследование. Я рассказывал много. Людям это было некоторым как в сказках. Вот. Но потом они поняли, что это реальность, действительность. И иногда мне приходилось потом, впоследствии уже, может, через каких-то 5, 6, 7 лет, немножко говорить, в чем есть проблема в американской церкви. Я, в частности, затрону праздники Хэллоуин, к которым американцы, даже верующие, относились так, более-менее так, лояльно. Вот, к наколкам, к тату, тоже, знаешь, вот как-то у них-то это. И люди поняли мое направление, и уже в будущем, впоследствии, как-то соглашались со мной. И говорили, да, Гриша, ты прав. Они называли меня Грег. Знаешь, я в этих вопросах принципиальный, точно, по отношению Хэллоуина, по отношению тату. Хоть я видел некоторые передачи из России, меня, конечно, они много удивляли, но не об этом сегодня. Я служил в хоре, и рядом вместе со мной стоял один человек. Молодой человек, и я так смотрю, у него на руке вот тату, большой крест вот такой вот. Я говорю ему, слушай, что это такое? А он говорит, я, знаешь, я хочу и на правой руке тоже сделать. Я говорю, а зачем это все? Он говорит, я хочу поднимать руки, и вот когда я поднимаю руки, и люди смотрят на меня, на крест, который на руках, и они будут приходить к Иисусу. Хэв мэрси, лорд. Лорд, хэв мэрси. Ну, он, знаешь, он походил, немножко походил, и его не стало. И он никогда рук этих своих не поднимал. И никто к Иисусу не пришел через его тату. Это, это... Григорий, ты так плавно перешел к нашей теме постмодерн. Вот то, что имеем, то, что имеем. Постмодерн. Мы так и обусловили нашу тему. То есть мы с такими реалиями столкнулись. Это мы. Представь себе растерянную, прошу прощения, не в обиду будет сказано, но растерянную нашу молодежь и наших подростков. Вот представьте себе. Это мы с тобой диву даемся? Что это такое? Тут даже речи теряешь, но в здравом уме, в здравом христианстве, в вере, которую мы приняли, и слово знаем, просто теряется речь и все. Ну, что это такое? Да. И вот мы плавно уже перешли. Давай мы поднимем постмодерн. Что это такое? И в музыке постмодерн. Ты говорил насчет одежды, насчет тату и всего остального. Смотри, вот вызывает ли в твоем сердце тревога в период постмодерна тревога относительно музыкального служения? Хорового служения. Бугимоги на сцене, прошу прощения. Огонь, там, молнии на сценах. Сверкают громы непонятно для чего. Вот и вытесняется, вытесняй ему, к сожалению, вытесняй ему то, что нам присуще. Как мы говорили, возвышенное, торжественное, величественное хоровое пение. хоровое, хоровое. Знаешь, Юрий, я вообще хоровик. Я люблю... Я ж примерно 30 лет, может, чуть больше работаю с хорами и в церкви с хором. И через мою голову прошли сотни, может, тысячи разных произведений. Я представляю. Ну, я могу что-то раздевать, что хорошее, что плохое. Анализировать. Ты понимаешь, я же не пришел, допустим, с улицы или человек, который понятия не имеет в музыке и начинаю говорить. Ну, у меня какое-то представление, понятие есть, что хорошего, что плохого. Я не только люблю хоровое пение, я люблю другие жанры, другие методы исполнения. Но меня, конечно, расстраивает то, что в последнее время и здесь, в Америке, и в других странах как-то музыкальные, некоторые музыкальные лидеры просто буром пошли против хорового пения. Я не знаю, почему, что заключается в этом, но хоровое пение началось потихонечку вытесняться. А вытесняться чем? Ну, представь, исполняет хор 200-300 человек. И тут пришли на сцену 5 человек. Для того, чтобы поставить себя в сильный противовес, они дали громкую музыку, они дали свету музыку, грома добавили и дымку немножко. Вот я до сих пор не могу понять. И говорят, что вот это помазание, мы получаем помазание на сцене, благословение. Вот. И я смотрю на это все, и так как-то мне непонятно. Знаешь, Юрий, ну, я понимаю, что хорошо, что плохо. Некоторые мне задают вопрос. Гриша, а как ты понимаешь, христианская музыка и не христианская? Я говорю, я верю, что есть христианская музыка, а есть не христианская. Они начинают со мной спорить. Нет, музыка есть музыка. Я говорю, слушай, а как ты думаешь, вот овощи и фрукты, которые мы кушаем, есть христианские и не христианские? Они смотрят на меня. Ну, нет, они все овощи. Я говорю, так и музыка. Но есть овощи, которые мы принимаем, и от них мы живем. Но есть овощи, фрукты, которые мы, если скушаем, мы отнесут нас вперед ногами. И так же само музыки. Есть музыка, которая дает жизнь, которая человека поднимает духовно. Есть музыка, которая убивает человека. Я знаю, что есть музыка, которая не только христианская, не христианская, но есть сатанинская музыка. И если такую музыку слушать, если такую музыку принимать, рано или поздно человек умрет. Умрет духовно, потом умрет физически. Это серьезные очень вещи. И вот так вот легко рассуждать христианская, не христианская музыка. Это можно. В основном это люди, знаешь, которые приходят из мира, и они хотят, я 30 лет служу в церкви, и они хотят мне навязать свое понятие, что, слушай, Гриш, ну, мы вот пришли, и музыки нет ни христианская. А ты типа устарел. Да, а ты устарел, и ты, пожалуйста, как-то это, знаешь, есть такое понятие, люди пришли с мира, но мир остался в них. Вот. Они вышли из мира, но мир не вышел из них. И потому я хотел бы вот сейчас обратиться ко многим и сказать, что давайте мы как-то посерьезнее будем относиться к этим вещам. Потому что, чем мы кормим людей, так люди будут духовно возрастать. Если мы кормим людей духовной, хорошей, прекрасной, замечательной музыкой, люди будут духовно возрастать, будут подниматься. Если мы будем кормить людей под таким ширпотребом, таким, чем-либо, люди просто будут приходить, как на концерты в церковь, и ничего больше. Как ты думаешь, Григорий, вот это мозги на бекрень в части музыкального сопровождения, особенно в церкви, мозги на бекрень, ну, служители должны как-то должен быть баланс присущ, вот, и вот так отдать, я удивляюсь, удивляюсь некоторым служителям, старшим пастырям, потому что я же бываю тоже в среде, я бываю в среде, не буду именовать, и меня в одну церковь часто приглашают, ну, как приглашают, это не значит, что я принимаю приглашение, ну, раз в год, пастырь старается, чтобы я был, последний раз, наверное, я уклонялся от объятий, уже года два-три, вот, и есть причина для этого, говорю откровенно, и моя возлюбленная жена, которая смотрит сегодня, она не даст соврать, что мы уклоняемся от объятий, почему? Музыка на сцене, ну, ты же стоишь спереди, вместе с пастырями здесь, современная, как мы говорим, постмодерная церковь, но, прошу прощения, мой дух противится, и мне надо 30 минут стоять, смотреть на это действие, а потом мне же надо проповедовать еще после этого, то есть меня готовят, а я чувствую, что я в душе, я не такой. Ты напитался, ты преисполнился этой музыкой, ты отравил себя, и потом... Я понимаю, что это не мое, и оно не должно здесь, там и децибелы, там, во-первых, децибелы такие, что вот, как ты говоришь, уши надо... То есть, я говорю, постмодерне, как, вот, ты общаешься с пастырями, может, зачастую тебе приходится даже в неком конфликте быть и с лидерами, и воршип-лидерами, и со служителями, вот, как они это расценивают? Что это такое? Знаешь, Юрий, в последнее время как-то интересное время мы живем. Если посмотреть вообще, в общем, в ситуацию, в которой мы находимся, то иногда бывает так, что люди на черной говорят, что она белая. Вот, а на белая, что она черная. Как-то вот, понятие, я даже не знаю, от чего это. Ну, смотри, ситуация у нас в Америке. Избрание президента, всего этого, кто сейчас правит, кто сейчас рулит этим всем. Казалось бы, посмотришь, ну, неужели здравости нет в вот этом всем? Ну, неужели вот эта истина, которую вы преподаете для всех людей? Ну, это же не так. И вот это немножко, вот этот уклон, он переходит и в церковь. И на лидеров. На лидеров. На лидеров, как мы говорим, про славление. Я не знаю, откуда оно взяло здесь вот эти лидеры, про славление и все остальное. Но, знаешь, и люди начинают немножко уклоняться. Потихоньку. Это не приходит сразу. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. И в конечном итоге, знаешь, я приехал в одну церковь, пример тебе приведу. Ну, мы же понимаем музыку. Я всю жизнь в музыке. Ирина моя закончила консерваторию, тоже понимает музыку. И мы пришли в собрание. И насколько громко, насколько это все, насколько это все, там, громит и трещит, и вот эта музыка, вот этот свет разный, голубой, яркий, и вот это все. Пять минут я устал. И я начал искать место, где бы мне присесть, потому что я сидел в центре, а в центре вся громкость. И я так прикрыл немножко уши, мы так с Ириной ходим, ходим. Я говорю, ты знаешь, если мы тут посидим, так минут сорок, то мы потеряем наш слух. Мы потеряем. Между прочим, я вставочку одну сделаю. Мы здесь в Сакраменто как-то пошли с нашей семьей в одну церковь, пригласили нас. Небольшая церковь. И там громкая такая музыка была, что она повредила слух нашей дочери. Что ты говоришь? Она сидела, и я смотрю на нее, она уже не может выдержать. Я быстренько ее взял и вывел на улицу. И знаешь, через некоторое время мы пришли домой, и я говорю, Ирина, пожалуйста, посмотри на интернет, что получается в этой ситуации. Она посмотрела и говорит, знаешь, бывают случаи, что человек может совершенно потерять слух. И мы после церкви, Юрий, начали молиться, начали молиться за нашу Илону, чтобы Илон и возвратился слух. Это не с кабака пришли, это не пришли, это из церкви мы пришли, и мы начали молиться и изгонять вот это все. Слух восстановился, все стало нормально. И хочу возвратиться опять же в эту церковь, о которой я говорил. Мы начали искать место себе, и мы нашли так более-менее, где так можно было сидеть. После служения я подошел к пастору и говорю, слушай, ну что это, как ты расцениваешь? Ну, есть какая-то мера громкости. Он говорит, ну мы начали, наняли человека из какой-то компании, и он знает, что он делает. Я говорю, так он вообще как-то обращает внимание, что здесь люди сидят. Ну да. Живые организмы сидят. Ну, есть же определение громкости. Сенсор поставил, он тебе показывает, сколько децибел, и сколько люди могут нормально выдержать. На следующий день, Юрий, ты знаешь что? Он послал свою дочь, и она подходит к нам и дает нам, знаешь что? Уши затыкать. Вот эти такие резиновые колпачки, и мы затыкать. Я говорю, а зачем это все? Ну, мы знаем, что вам вредит такая музыка. Я говорю, а вы всем раздаете? Ну, некоторым. Юрий, я в шоке был. Я всегда, все, что передо мной проходит, я всегда хочу понять логически. Есть разумное служение. Да, логическое. Зачем? Объясните мне. Ну, вот зачем такое? В этом какая-то логика есть? Или вообще ничего нет? Давай погромче, давай посильнее. Кто выдержит, кто выдержит, кто не выдержит, убежит или как? Дело в том, что когда вытесняется понятие, понимание разумного служения в церкви, тогда на место этого внедряются заменители. Я как-то говорил, есть масло, есть маргарин. А, да. Есть натуральное, натуральное, а есть искусственное. И вот когда мы возжигаем вот этим искусственным возжигаем, как ты думаешь, Господь скорбит от этого? О, конечно. Ну, конечно. Я думаю, что это все неприятно. Так еще ж, Юрий, всему тому, ну, посмотреть на эту сцену, посмотреть на этих молодых людей. Я люблю молодых людей. Я долгие годы был руководителем молодежи в нашей церкви. Да. Я работал как пастор молодежный. Я понимаю запросы молодых людей. Я понимаю все. Но это что-то не туда. Допустим, выйти на сцену, одеть какую-то одежду, непонятно какую. Ну, вот посмотри, вот если бы я пришел сюда, к тебе, в студию, одел штаны разорванные, вот, и кепку назад, и очки одел бы, и начал провозглашать спасение, прощение, любовь Иисуса Христа. Да. Логика где? Скажи мне, пожалуйста, Юр. Ну, есть логика, ну, есть сцена, куда люди должны выйти. Нормально. Я не говорю вот именно вот так. Да. Ну, по крайней мере, нормально. Выйдите вы, начинайте петь, начинайте вы славить Бога. Люди все примут это. Как-то... Я подхвачу твою мысль, Григорий. Это очень сильно ты говоришь. Дело в том, что этика и эстетика в современной цивилизации и в той цивилизации, которая до нас была, в том поколении до нас, она всегда была этикой и эстетикой. То есть, вот этот калибардак, он же появился в постмодерне. Ну, да, конечно. Его вчера, позавчера не было. Его не было тысячелетиями, но понимание здравости в форме одежды, в культуре вращения, обращения, так сказать, церковного служения, ну, оно всегда было на высоте, понимало здраво, рассудительно, и подход был со стороны духовных лидеров. Конечно. Здоровый. На сегодняшний момент мы... Ну, диву даешься. Диву даешься. Я прошу прощения, друзья, я вот в прямом эфире извинюсь, я перестал Хилл Сан смотреть. Ну, конечно. Канал Хилл Сан, знаменитый канал, который мы выделили 24 часа. Если раньше, если раньше оно было... Ну, одно дело то, что профессионализм присутствует, музыкальный и прочее. На сегодняшний момент ты смотришь на сцену, и ты думаешь, это рок-н-ролл? Ну, да. Это рок-н-ролл? Это воскрес. Прошу прощения, Элвис Пресли, что вытворяют? Потом смотрю, прошу прощения, снова извиняюсь, воршип-лидер в ночнушке прыгает на сцене. Я протер глаза. Женя, слушай, в ночнушке. Десять тысяч народов в зале. Десять тысяч народов. И молодых. Они же смотрят и учатся, это же лидеры. Они смотрят и думают, вот это так нужно. Да. И мы будем так. Просто, Юрий, удивляешься. Я говорю, я прожил жизнь и прослужил в церкви, и я видел многих музыкантов, множество, множество нормальных, хороших музыкантов, профессиональных, не только в церкви, в миру тоже. Но мы пришли к такому времени, что просто, как ты говоришь, диву даешься. Удивляешься всему. Ну, ладно, мы не говорим уже, что на сцене, мирской сцене. Мы прямо говорим. Но мы удивляемся, что делается на сцене в церкви. Вот это нас беспокоит. И я бы хотел, чтобы все-таки в первую очередь пасторы, а потом лидеры подумали немного об этом. К чему это все идет? Вот так вот сползаем, немножко сползаем. И знаешь, Юра, недалеко и в преисподнюю, в ад. Вот так вот. Вот эта дорога туда. Вот это буги-муги, как ты говоришь, вот эти рваные штаны, вот эти козырьки, вот этот свист, вот этот пляс, он не приводит людей ко Христу. Он не приводит. Он дает извращенное понятие о Христе, о любви Божией и вообще о церкви. Ты знаешь, я поднял один вопрос, скажем, в том же ракурсе двигался. И один посмотрел на меня молодого возраста. Ну, Юрий Михайлович, это говорит о твоем возрасте. О возрасте, да. Ну, да, вот что, вот твое поколение. Я говорю, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Никакого отношения. Хорошо, если даже, если даже ты находишь в этом, в моем возрасте, вот те элементы, о которых я говорю, вот тот подход, это окей. я согласен, ссылайся на возраст, ссылайся куда угодно, ссылайся. Ну, обожди. Но, но я так воспитан был. Служение? Я так воспитан. Я однажды говорил, с кем я здесь беседовал, кто-то из пастырей был, по-моему, Адам Семенович, никогда в моем служении рыканий не было, гыканий, гавканий не было на сцене. Никогда. Это было противно и есть противно моему духу. Рычание вот это вот на сцене. Это мы уже, друзья, вы обратили внимание, мы говорим о постмодерне, Григорий Краснодемский с нами, собственная персона и спасибо, что в эфире с нами сегодня. Мы говорим о постмодерне, мы трогаем разные аспекты, разные аспекты служения, не только хорового, музыкального, но разные аспекты служения. Если мы с тобой о постмодерне заговорили, заговорили о проповедниках, о тех, которые несут слово, тех, которые, как это преподается слово, как достигаются, какие трюки применяются, о, Господи помилуй, просто Господи помилуй. Я последнее время, ну как последнее, лет, наверное, пять-шесть последних, поймал себе на мысли, что из своей картотеки я повыбрасывал целый ряд, как некогда мы их называли духовные лидеры, известные, духовные, мы смотрели на них. Я из картотеки, из своей библиотеки повыбрасывал. Но мор, но мор. Я же понимаю, я же понимаю, что такое здравое. Мы понимаем, что такое свет, а не тьма, не тьма. мы видим, в чем благословение, а в чем проклятие. Мы видим, что являет собой то, что назидает, и то, что наоборот, как ты говоришь, оно выводит из душевного, духовного равновесия и вводит человека просто в духовную, душевную яму, опускает его на уровень. Григорий, даю тебе слово. Я считаю, что вообще лидерам музыкального служения пасторам нужно пересмотреть. Пересмотреть вот это служение. Я думаю, что хоровое пение, оно присуще церкви. Почему присуще? Потому что, если посмотреть даже в Старый Завет, служение, которое совершалось в храме, там не было группы прославления. Там люди естественным голосом, без микрофонов, без всяких... Там многотысячный хор пел. Да, там многотысячный хор пел. И вот этот вариант, он был приятен для Бога. Я не говорю, что именно такое служение или такое исполнение должно быть акапелла там или только мужское, но и не крайнее, о котором мы сейчас говорим. Ну, есть какая-то нормальная золотая середина, что присуще нам. И как я уже сказал, ну, мы же люди не вчера рожденные и не первый год в церкви. И мы понимаем, что какое должно быть служение. Музыкальное служение или прославление – это подготовка людей, подготовка людей к слышанию проповеди и принятию Слова Божьего. Если мы людей подготовим вот именно вот так вот, то проповедник, который будет проповедовать, он не достигнет своей цели. Он не достигнет. Это впустую всё. Одни работают в одну сторону, проповедник работает в другую сторону. Но служение, которое в церкви, оно должно работать взаимно. То есть музыканты, певцы, служители музыкального служения, они должны работать на проповедника, который будет проповедовать Слово Божие. А не на себя. А не на себя. И почему? Потому что главное, как написано, вначале было Слово. В наших служениях самое важное ни музыка, ни что-то, ни какие-то свет, но самое главное Слово. Слово, которое будет проповедовать проповедник. Но предтеча или, ну, помогает этому всему музыкальное служение. Сопутствует. Сопутствует музыка. Содействует. И если музыка нормальна, она должна расположить людей. Расположить людей к слышанию Слова Божья. Но если она расстроила, если она привела людей в такое движение, непонятно какое, значит проповедник тоже должен так проповедовать. И так и получается, вера, в последнее время. Неизвестно, о чем люди начинают проповедовать. Проповедует, проповедует, да проповедовалось то за процветание какое-то, то еще за помазание каких-то поредумывали бесчисленное множество. В конечном итоге это все ни к чему приводит. Как ты думаешь, вот в современных реалиях может иметь место сочетание одного и другого хорового пения и неких элементов прославления в сочетании может иметь место или нет? Конечно, конечно может, Юрий. Или сольного там пения. Да все может быть. Если не противник. Если разумно сделать, это все можно сделать. Допустим, к примеру, привожу служение в Капитал Кришчен Центр, когда мы были. В начале служения выходит, допустим, пять-шесть человек как группа прославления, но за ними стоит сто человек хора. И они начинают петь и весь хор поют. Это песни, которые приемлемы для всех музыкантов, для хористов и также для зала. И для старшего поколения, и для молодого. И даже было такое решение, чтобы одну обязательно в служении хотя бы одну песню из сборника, который есть. И это воспринималось нормально. Это воспринималось нормально. И можно сделать нормально. Но если сказать, что вот это ненужное, вот этот хор, это устаревшее, это все такое, другое, не думаешь ли ты, Григорий, о том, что когда небольшая церквушка и пастыря за неимением рыбы, ну, раком, то есть рака считают тоже рыбой, то есть, потому что, ну, людей неоткуда взять, вот, а церковь-то не растет, может быть, ну, и вместо масла, ну, дают маргарин. Отвечу тебе сразу. А ну-ка. Мы, когда ездили на миссию, приехали как-то в Питер, бывший Ленинград, и один человек пригласил нас в церковь, говорит, придите к нам в церковь, вот, мы там не своей программой, просто к родственникам заехали. Я говорю, хорошо, мы придем в церковь к вам, послушаем, прославим Бога вместе с вами. И ты знаешь, церковь не маленькая, может, человек 300, 400 человек пришли туда. И вот выходят музыканты. Начинается служение, выходят музыканты. Как ты говоришь, ну, небольшая церковь, это не тысяча, не две тысячи человек. Выходят музыканты. Три или четыре человека. Первый – это ударник, второй – бас-гитара, и еще две битары. Ну, и вот за ударник садится один такой, такой… Внушительных размеров. Внушительных размеров человек. Мало того, он сразу снимает, он был в такой, в такой накидке, снимает эту накидку, оказывается, футболка, там, какие-то надписи, тут тату, вот, нарисовано. И они вот так вот, знаешь, как музыканты, они сыграли. Врезали. Да, сыграли. Они как дали там, как начали прославлять, как начали прославлять. И я так смотрю на это все и думаю… Искорбишь. Искорбишь духом. Чем мы питаем людей? Ну, люди как-то привыкли к этому всему и считают, что это норма, потому что люди пришли из мира, это новообращенные, и они думают, что вот в церкви должно так быть. Но это совершенно не так. Это не туда дорога. Это совершенно не туда. Я слышу боль твоего сердца. Продолжай, Григорий. Я считаю, что в любой церкви, в любой, в маленькой или большой, можно сделать аккуратное прославление, приятное. Это же бесчисленное множество песен. Есть песни, такие, ну, не подходящие к церкви. Но есть песни, которые, даже современные песни, есть приятные, хорошие песни. Можно их исполнять, можно прославлять Бога, если нет возможности сделать хор. Ну, как я уже сказал, мы приехали в церковь, где две с половиной тысячи людей, и там нет хора, а пять человек только на сцене. Это стыд. Это стыд и позор. И множество таких церквей. Это в Харькове, я смотрю там. Это в Днепропетровске некоторые церкви. Я имею в виду на Украине. В России тоже. Тысячу, две тысячи сидит людей, на сцене только пять человек. Неужели нет возможностей, неужели нет способностей, неужели нет талантливых людей в зале, которые мы могли прийти, организовать хороший хор и прославлять Бога? Не думаешь ли ты, что это Майкровей? Ну, конечно. Майкровей. Да, это точно. Не требует особого там... Да. Купи барабаны, вложи немного денег в железо, и все. Мы когда-то исполняли вот такие песни, на улице сидели, на лавочке пели вот такие песни, современные там, молодежь, но в церкви, в церкви, когда мы приходили в церковь, в церкви есть репертуар, в церкви нормальные песни, которые приятны для народа, которые располагают людей. Если люди пришли с болезнями какими-то, а ты начинаешь бить в барабаны и все остальное, и кричать, жив Христос. Ну, слушай, о чем мы говорим? Разные же люди приходят. Мы должны удовлетворить всех людей, которые придут в церковь. Мы не работаем на себя, мы не работаем на сцену, мы работаем, мы служим для людей. А для того, чтобы служить, надо понимать их запросы, надо понимать, что они хотят. Ну, конечно, есть такое понятие, атрофировать, знаешь, через некоторое время, если 10 лет бить в барабаны и бегать по сцене и с дымком, и всем остальным, и кричать, что вот это помазание, люди подумают, может быть и так. Может и так. Может и так. Благо, если Господь в свое время останавливает, остановит, и все-таки подкорректирует, кому-то по заднему месту даст, образно выражаясь, и возвратит на круги своя. Это еще милость Божия. Потому что, если на обочину занесет, к сожалению, к стыду мы видим проявление постмодерна, как заносит на обочину, дьявол там на обочине не оставляет. Там же пошли все грехи, которые можно именовать. И смотришь, падение весьма великое. Да, мы же здесь, в Америке видим таких больших лидеров, таких музыкантов сильных. Где они оказались? Это стыд и позор. Стыд и позор. И мы хотим подражать этому всему. Мы хотим брать с них примеры. О чем мы говорим, Юрий? В тебе лайсенс служителя. Ты имеешь служение под названием... Да, мы когда пришли в Американскую церковь, то буквально через короткое время мне братья предложили, слушай, не хотел бы ты быть служителем церкви нашей Ассамблеи Божьей. Я говорю, да, я не против. И я хотел бы полностью включиться в работу Американской церкви и потом послужить для нашего народа. И мы... Я прошел собеседование такое вот с пасторами и суперинтендент. И они расположились ко мне. Вот. Они учитали то, что я в Москве учился в библейском институте. Они учитали то, что я здесь, в Америке, у нас был библейский институт РУБИ. Да. Это филиал Чикагского института. Вот. И они мне провели некоторые еще собеседования, и они решили благословить меня на это служение. Конечно, Юрий, это очень трогательно. Это представь, что на большом служении 450 служителей, это представители 450 церквей. Это Северная Калифорния, Невада. И они благословляли меня на это служение. Это такая мощь, это такая сила. Не власть на себя дела, а дело в таком благословении. Да. И то, что они доверили мне такое служение, знаешь, это очень важно. И после этого всего, конечно, мы серьезно начали работать. И мы так подумали, что наша линия более такая в музыкальном служении. И мы начали переводить много американских песен, которые, как мы уже говорили, на русский язык, с английского языка. Мы покупали фонограммы, мы платили за эти песни, за переводы, за капи, за то, что мы копировали, мы брали разрешение на это все. Это не то, что так, взял какую-то песню, что хочу, что делаю. Нет, там копирать стоит. По-пиратски, да. Да, это все делалось законно, как положено. И сейчас служение у вас, название служения. Да, мы назвали нашу миссию и наше служение Ньюсон и Гаспет в Хараши, то есть новая песня и Евангелие для России. Ну, мы включаем и Украину, включаем все остальные страны или республики. Георгий. Георгий, нас осталось две минуты. О, так быстро пролетело время. Это знаешь, о чем говорит? О том, что ты снова приглашен на следующую программу. Спасибо. Мне интересно и назидательно для зрителей наши беседы, собеседования с тобой, так легко говорить. Спасибо. Поэтому ты уже приглашен. И у тебя серьезное видение по открытию церквей на твоей родине в Украине. Да, я, знаешь, Юрий, я мечтаю, вообще я мечтаю вот сейчас, но мечтать мало, надо делать, но сейчас, поскольку вот эта вся пандемия, вот это все такое безобразие, придется, конечно, подождать, но я хочу, вот только это все пройдет, я хочу поехать туда, где я ходил в школу. Ходил в школу, и там нет церкви, я хотел бы, чтобы там построить... Евангельская церковь. Евангельская церковь, да. Там нет никакой, ни православной, ничего там. Ты видишь. Там вот так, годами, десятилетиями... А мы думаем, что все евангелизируем. Конечно, конечно. И я хочу, я хочу, чтобы какое-то здание там купить и организовать там церковь, поставить служителей, чтобы там все было, чтобы был прославлен Господь. Мы будем содействовать, Григорий, тебе в этом видении. Спасибо, да, спасибо. Будем содействовать. Друзья, Григорий Краснодемский был с нами, мой хороший друг, и пусть Бог благословит и тебя, и семью, да, и дочь, и служение по-особому. Друзья, спасибо, что вы были с нами на «Импакте». И помните, Иисус Христос любит вас много и великого. Будьте благословены. Всего хорошего. Еще раз, Григорий, будь благословен. Спасибо, до свидания. Будь благословен. Будь благословен. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова